МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Германия реабилитирует геев. С осужденных за мужеложцева снимут судимость и выплатят им компенсации. В следствии теракта в Лондоне погибли 4 человека. Еще как минимум 20 получили ранения. Один из погибших – полицейский, который был ранен во время нападения. Атака произошла ранним вечером. Неизвестный мужчина на внедорожнике въехал на Вестминстерский мост и начал давить прохожих. Вот как случившееся описывают очевидцы. Это был джип, черный или серебристый, я не могу сейчас сказать. Я ждал зеленого света, чтобы перейти дорогу, и тут он начал разгоняться. Он ездил зигзагами и специально давил людей. Первым под колеса попал мужчина, который стоял вот тут, возле киоска. Потом еще один и еще один. Уже ясно было, что это не просто авария. Наехав на людей, внедорожник врезался в ограждение. Водитель выбрался из машины через окно и напал на полицейских. По словам очевидцев, нападавший мужчина около 40 лет, похожий на выходца из Азии. Он размахивал ножом. Полицейские остановили его выстрелами. Я был в кафе напротив, и тут слышу «бам-бам». Сначала подумал, что это фейерверки, что туристы развлекаются. Только потом понял, что это полиция стреляла. В тот момент все побежали. Я не мог понять, почему люди бегут с моста. Вдалеке я видел этот джип. Он был разбит, а под колесами, кажется, кто-то был. Произошло сразу несколько инцидентов. Мы получили сообщение о падении человека в реку, о ДТП с жертвами, о нападении мужчины, вооруженного ножом. Офицеры полиции несли обычное дежурство на этом месте. Кроме этого, мы тут же отправили сюда дополнительные силы. В британском парламенте в это время как раз шло заседание. Депутаты тут же его прервали. Здание парламента окружила полиция, входы и выходы закрыли. Премьер-министра Терезу Мэй под охраной увезли в безопасное место. Мы не знали, что происходит снаружи. Просто увидели, как в здание вошли вооруженные офицеры полиции. Все растерялись. Заседание пришлось свернуть. О нападавшим пока ничего не известно. Не ясно, были ли у него сообщники. Дело расследует антитеррористический отдел Скотланд-Ярда. На прямой связи с редакцией наш корреспондент Катя Бур. Она сейчас находится в Лондоне и видит, что происходит в британской столице. Катя, тебе слово. В Лондоне усилены меры безопасности. На улицах много вооруженной полиции. С момента теракта прошло уже около пяти часов, но городские власти по-прежнему не готовы сказать, что опасность позади. Власти призывают жителей города по возможности отказаться от поездок в центр города. Станция метро Вестминстер закрыта. Движение по мосту перекрыли. Полиция буквально недавно эвакуировала депутатов парламента. Их перевезли в Вестминстерское аббатство. Там их опрашивают полицейские. Само здание парламента по-прежнему отцеплено. Следователи проверяют его, обходя комнату за комнатой. В воздухе над парламентом кружат полицейские вертолеты. Официальную резиденцию британской королевы Букингемский дворец тоже взяли под усиленную охрану. Ворота дворца закрыты. У них дежурят полицейские. При этом на улицах города нет паники. Лондонцы спокойно вернулись домой с работы. Единственное, что отличает этот вечер от остальных, это количество людей, которые ехали в ответственном транспорте, уснувшись с планшетой и телефоном с новостями, обсуждая друг с другом происшедшее. Зато туристам сегодня не повезло. После теракта на входе во все достопримечательности охрана обязательно досматривала вещи посетителей. А те, кто решил прокатиться на колесе обозрения, почти час просидели наверху. Колесо знаменитой London Eye закрыли сразу после сообщения о теракте. Людям пришлось ждать, пока его вновь запустят и появится возможность спуститься. Мы следим за развитием ситуации и как продвигается расследование. Мы будем смотреть и в утреннем выпуске. В Брюсселе в среду почтили память жертв теракта, произошедшего в столице Бельгии в минувшем году и унесшего жизни 32 человек. Траурная церемония в городском аэропорту началась с минуты молчания, ровно в 7.58 утра по местному времени. Именно тогда прогремел первый взрыв. Следом зазвучали имена всех погибших. Перед терминалом аэропорта, в котором все произошло, открыли бронзовую скульптуру в память о жертвах. Раньше она стояла у стоек регистрации, и на ней остались следы взрыва. На церемонии присутствовали король и королева страны, министры и сотрудники аэропорта и родственники погибших. 22 марта 2016-го – день, когда наши жизни перевернулись. День, который невозможно было представить. День, когда я потерял свою прекрасную жену. Множество раз я спрашивал себя, что если бы мы выехали на 10 минут позже, что если бы мы ехали медленнее, что если, но это случилось. В одну секунду мой мир изменился. От восторга от предстоящей поездки в Нью-Йорк до ужаса. Следом траурная церемония прошла на станции метро Мальбек, где также сработали бомбы. Король Филипп возложил цветы к месту трагедии. 22 марта 2016-го года столицу Бельгии сотрясли несколько взрывов. Смертники подорвали себя у стоек регистрации и одного из кафе в аэропорту. Спустя полтора часа экстремист привел в действие поезд шахида в вагоне метро в центре города. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство». Франк-Вальтер Штайнмайер принес присягу президента ФРГ. Церемония состоялась в пленарном зале Рейхстага на совместном заседании членов Бундестага и Бундесрата. В своей первой речи на посту президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал защищать и ценить демократию. По словам бывшего министра иностранных дел, нет никаких гарантий, что этот строй останется с нами навечно. Президент предостерег от простых ответов, которые предлагают правопопулисты, и призвал жителей ФРГ быть готовыми встретиться с позициями, которые отличаются от их собственных. И тут же обратился к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Президент Эрдоган, пожалуйста, не ставьте под угрозу все, что вы построили совместно с другими. Мы рады любым знаком улучшения ситуации, но хватит уже сравнивать нас с нацистами. Не обрывайте все связи с людьми, которые хотят партнерства с Турцией. Уважайте верховенство права и свободу средств массовой информации и журналистов. И освободите Дениза Юджеля. Напомним, 12 февраля делегаты Федерального собрания избрали бывшего главу МИДа президентом страны. А 19 марта состоялась официальная церемония передачи президентских полномочий Франку Вальтеру Штайнмайеру от его предшественника Юахима Гаука. Предвыборная гонка в федеральной земле Саар выходит на финишную прямую. В воскресенье там выберут местный парламент, Лантаг. Голосование откроет сезон местных выборов и станет репетицией осенних выборов в Бундестаг. Сейчас в Саар-Ландию власти коалиция партии Меркель и социал-демократов. Но согласно опросам, политсила канцлерин может потерпеть поражение. Голоса избирателей перейдут от нее СДПГ. Шансы на победу есть также у левых из Делинки и у партии Зеленых. Самое интересное, что жители этой земли на самом деле довольны местной властью. Их устраивает и премьер-министр, и состав парламента. Но после того, как Шульц возглавил социал-демократов, все взгляды обращены к этой партии. Теперь вопрос в том, что для людей окажется важнее. Имидж власти на федеральном или на местном уровне. В этой гонке есть темная лошадка. Правопопулистская партия альтернативы для Германии. Третью по популярности политсилы страны в Сааре поддерживают 6,5% избирателей. Этого может оказаться достаточно для того, чтобы войти в Лантак. Кажется, что федеральная земля Саар маленькая, что выборы здесь ничего не изменят. Но это не так. Вы и только вы закладываете фундамент для всех голосований этого года. Наши сторонники проиграли в Голландии. Но здесь, в Саар-Ландии, вы можете доказать, что их идеи живы. Если партия Меркель проиграет выборы в Сааре, новую коалицию могут сформировать СДПГ, зеленые и левые. Тогда Саар станет третьей федеральной землей после Берлина и Тюрингии, в которой будет править красно-красно-зеленая коалиция. Певица Юлия Самойлова не сможет представлять Россию на ближайшем конкурсе Евровидения. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд на территорию этого государства. Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданки Российской Федерации Юлии Самойловой. Решение было принято на основе полученных данных о том, что она нарушила законодательство Украины. Закон один для всех. Закрыть Самойловой въезд в страну Киев решил из-за того, что летом 2015 года певица выступала в Керчи. На аннексированный России полуостров она приехала в обход установленного Украины порядка и выступила на концерте, организованном незаконными местными властями. Официальная Москва возмущена решением Службы безопасности Украины. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин назвал решение не пускать Самойлову в Украину бесчеловечным актом. Организаторы бесенного конкурса, представители Европейского обещательного союза, заявили, что разочарованы таким поворотом дел. Они призывают уважать законы принимающей страны. Но считают, что решение Киева идет вразрез с духом конкурса. Юлия Самойлова инвалид первой группы. Она с детства передвигается на коляске. На Евровидении певица должна была выступить с композицией «Flame is burning». Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Участниками конкурса станут исполнители из более чем 40 стран. Один из основных кандидатов на пост президента Франции, Франсуа Фион, опять оказался под градом обвинений. Сатирический еженедельник Кана Раншене, известный своими расследованиями, выпустил новый разоблачающий материал. Именно журналисты издания первыми обвинили политика в растрате бюджета. Теперь они утверждают, что в 2015 году компания, принадлежащая Фиону, получила 50 тысяч долларов за организацию встречи между ливанским миллиардером Фуадом, Махзуми, гендиректором нефтяного гиганта «Тотал» Патриком Пуяне и Владимиром Путиным. Для этого Фион, по версии газеты, использовал свои связи, накопленные за то время, когда он был премьер-министром. В Кремле сообщение назвали очередной фальшивкой, подчеркнув, что для организации встреч российского президента помощь посредников не требуется. В последние месяцы количество скандалов вокруг кандидатов на пост главы Франции постоянно растет. Все три основных претендента находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов республики. Консерватору Франсуа Фиону предъявлены обвинения в растрате. Правая Марин Лепен потеряла депутатскую неприкосновенность и также может стать фигурантом уголовного дела. В отношении центриста Эммануэля Макрона начато предварительное расследование. Двое учеников начальных классов в Китае погибли в давке в школьном туалете. Еще 21 ребенок получил ранение. Пятеро детей находятся в критическом состоянии. Стелпотворение произошло в туалете во время перемены. Стена уборной внезапно обвалилась. Школьники запаниковали и стали выбегать из разрушенного помещения, толкаясь и давя друг друга. Один из учеников скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Второго не удалось спасти врачам местного медицинского учреждения. Ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии. Полицейские выясняют причину трагедии. Для расследования создали специальную комиссию. Директора школы и его заместителя отстранили от работы на время проведения расследования. В Китае уже случались подобные инциденты. Так, несколько лет назад шестеро детей погибли в давке в одной из школ провинции Юньнань. Тогда паника началась на лестнице. Несколько десятков палестинцев вышли на демонстрацию в Вифлееме с требованием вернуть тела своих земляков, убитых во время недавней волны насилия. Молодые арабы начали швырять камни в израильских военных, стянутых к месту проведения манифестации. Те применили в ответ слезоточивый газ. В начале года Кабинет безопасности еврейского государства принял решение не возвращать родственникам тела палестинцев, убитых при отражении атак. С октября 2015 года погибли по меньшей мере 240 человек. 159 из них были застрелены, когда атаковали израильтян с ножами, огнестрельным оружием или с помощью автомобилей. За то же время убиты 37 граждан Израиля и пара американских туристов. На рассвете в среду военные открыли огонь по трем палестинцам в городе Рафах в секторе Газа, находящимся под контролем исламистской группировки Хамас. По словам командования, подозреваемых обнаружили рядом со стеной безопасности. Один из них убит, двое ранены. Ни одна из палестинских военизированных организаций не признала этих людей своими членами. По словам местных жителей, это могло означать, что все трое пытались под покровом темноты пробраться в Израиль в поисках работы. В тот же день в Восточном Иерусалиме полицейские блокировали дом человека, убитого 8 января, после того, как он направил грузовик на группу военнослужащих Цахал. Четыре человека погибли, 15 получили ранения. Дом, где жил водитель, будет снесен. Правительство ФРГ одобрило законопроект о реабилитации геев, которые с 1945 по 1994 годы получили приговоры за связь с лицами своего пола. Речь идет о 64 тысячах человек. Реабилитированные геи получат выплаты в 3000 евро плюс 1500 евро за каждый год лишения свободы. Законопроект предложил министр юстиции ФРГ Хайко Маас. Думаю, мы получим около 5000 заявок на реабилитацию. Именно столько осужденных еще живы. Жертвы этих приговоров пожилые люди. Мы разработали простую и быструю процедуру, чтобы выплаты все смогли получить своевременно. Закон предусматривает реабилитацию осужденных по 175 статье Криминального кодекса. Наказание за действие сексуального характера между лицами мужского пола применяли еще в Германской империи. Эта норма оставалась в немецком законодательстве до 1994 года. Приговоры по 175 статье имели катастрофические последствия для социальной жизни этих людей. Они уничтожали человеческое достоинство. Сегодня все это кажется вопиющей несправедливостью. Мы покажем, что верховенство права способно исправить эту ошибку. Раз речь идет о справедливости, то лучше поздно, чем никогда. Под реабилитацию не попадают лица, осужденные за изнасилование и сексуальные контакты с несовершеннолетними. Следом за кабинетом министров законопроект рассмотрит Бундестаг. Сотни людей встретили день весеннего самостояния на пирамиде в заброшенном городе Теотиуакан в Мексике. На ее вершине первые лучи весеннего солнца встречали как многочисленные туристы, так и местные, для которых этот праздник куда больше, чем просто аттракцион в стилистике ацтеков. Наши предки оставили нам это чудо. Это наше наследие. И здесь, среди родной природы, божественный свет помогает нам исцеляться, становиться лучше. Я чувствую энергию, чувствую жар, чувствую мир, чувствую спокойствие. Сюда приходят, чтобы оставить позади всю плохую энергию, плохое настроение и наполнить себя позитивными эмоциями. Празднование сопровождалось многочисленными ритуалами. Многие медитировали, кто-то протягивал руки к солнцу, чтобы лучи падали на ладони. Название Теотиуакан, место, где люди становятся богами, дали этому городу ацтеки. Они пришли сюда спустя много столетий после того, как поселение было заброшено и застали лишь величественные руины. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok